Добрый день! Вы смотрите итоги дня телеканала Уллправда ТВ. С вами Сергей Прус. Смотрите сегодня в выпуске. Капремонт по-новому, как в ульянских домах используют современные технологии. МЧС и Министерство природы и цикличной экономики Ульяновской области подготовились к весенне-летнему сезону. Пылкий любовник Владимир Кустарников выступит на своем бенефисе в новой роли. В Ульяновской области ждут новых резидентов для территории опережающего социально-экономического развития Димитровград. В 2020 году 8 компаний планируют получить статус резидентов территории опережающего социально-экономического развития Димитровград. Напомним, данный статус был присвоен городу атомщиков три года назад. За это время резидентами особой экономической территории с довольно внушительными налоговыми преференциями стали восемь предприятий. Четыре из них располагаются на территории индустриального парка «Мастер». Марина Антуганова с подробностями из Димитровграда. Димитровградский индустриальный парк «Мастер». Именно здесь базируются четыре из восьми резидентов ТОСЭР «Димитровград». Это компании самой разной промышленной направленности. Привлекательность территории опережающего социально-экономического развития во многом обусловлена колоссальными налоговыми льготами, предоставленными региональными властями. Это льготы по налогу на прибыль, льготы по транспортному налогу. Самое главное преимущество – это пониженный более чем в четыре раза размер страховых взносов, уплачиваемых на работников этих предприятий. Помимо этого, бизнес привлекает выгодная дислокация промышленной площадки и заинтересованность руководства области в формировании инфраструктуры. Почти 50 миллионов рублей выделено на обустройство стоянки подъездных путей к производственным корпусам. Обустроена площадка со стороны улицы Западная. Впереди – работы на площадке на проспекте автостроителей. Губернатор смог привлечь порядка 250 миллионов в прошлом году из федерального бюджета. В этом году будут нам выделены еще 250 миллионов на реализацию этого парка. То есть это деньги на ремонт и развитие инфраструктуры, которые идут по субсидии федерального бюджета. Также порядка 100 миллионов из регионального бюджета выделяется. Губернатор Сергей Морозов осмотрел производства, которые работают на площадке. В планах главы региона встретиться здесь и в Димитровграде в ближайшее время с генеральным директором КАМАЗа Сергеем Кагогиным. Здесь будем проводить большую промышленную конференцию и под эгидой КАМАЗа, и под эгидой ОНФ, которую он тоже разговаривает. И нам можно уже, Сергей, разговаривать уже на перспективах за 2021, там до 2024 года включительно, как минимум. Один из самых молодых резидентов ТАСЭР – Димитровградский арматурный завод. Руководство фирмы получило заветный статус лишь в 2019 году. Предприятие арендует у Дипмастер чуть более 2000 квадратных метров промышленных площадей. Обороты у ДАЗа пока не такие, как у более маститых в плане резидентского стажа коллег. Но лиха беда начала. В следующем году ДАЗ планирует занять еще 2000 квадратных метров. Одним из сторожилов можно смело назвать торсион ДЭМ. Предприятие по производству пружин было зарегистрировано в качестве резидента ТАСЭР в 2017 году. В 2019-м один из их проектов по модернизации производства поддержал региональный фонд развития промышленности, выдав займ в 24 миллиона рублей. На эти средства предприятие закупило новое оборудование и освоило производство новой линейки товара. Объемы выросли в среднем до 54 тонн продукции в месяц. Пожалуй, самым крупным резидентом является компания Полесье ДГ. Сейчас здесь работают 110 зимитровградцев. Продукция расходится как горячие пирожки не только по России, но и в ближнем зарубежье. Планируется, что в ближайшее время численность сотрудников будет увеличена до 450 человек. С учетом ремонтируемых помещений Полесье займет в Дипмастер более 28 тысяч квадратных метров производственных площадей. Работаю практически с основания производства здесь. Основная работа моя – контроль за технологией, за качеством, за количеством. Очень интересный проект, заинтересовал, поэтому пришел сюда и продолжаю расти, развиваться и изучать новое и новое, приносить детям радость. В 2020 году статус резидента ТОССР Димитровград планирует получить еще 8 предприятий. Это позволит увеличить количество новых рабочих мест до 1000 единиц. Марина Антуган, Ванжелика Бровенок, Димград-24, специально для Уллправда ТВ. В доме номер 59А по улице Любови Шевцовой в Ульяновске сделан капитальный ремонт с применением новых технологий. Специалисты заменили канализацию в многоэтажки так называемым бестраншейным способом. Это позволило сократить время работы, сохранить полисадники, цветники, а также зоны отдыха жильцов. Наталья Чумаченко подробнее. Отремонтировали крышу, утеплили межпанельные швы, благоустроили придомовую территорию. В многоквартирном доме 59А по улице Любови Шевцовой сделан капитальный ремонт. Жильцы многоэтажки с 2014 года участвуют в региональной программе капремонта. Сегодня есть повод порадоваться. В течение полутора месяцев подрядная организация заменила все трубы по водоотведению. Стоимость работ составила 2 миллиона 800 тысяч рублей. Причем выпуски канализации специалисты поменяли бестраншейным способом, что позволило обойтись без раскопок мерзлого грунта. Силовая установка гидравлическая устанавливается в колодец. Через колодец в старый труб провод протягивается трос в подвальную часть. К нему прикрепляется разрушитель. К этому разрушитель уже прикрепляется полиэтиленовая труба. И при помощи гидравлического тяги со стороны колодца полиэтиленовая труба разрушитель разрушает старую чугунную трубу и вместо нее по этому же каналу прокрадывается новая полиэтиленовая труба. Особое внимание местная общественность уделила качеству работ. В комиссионной проверке участвовали инженеры фонда модернизации ЖКК, сотрудники управляющей компании, специалисты городской администрации и депутаты. Такой порядок контроля обеспечил соблюдение прав и интересов собственников квартир. Местные жители рады положительным изменениям, происходящим в их доме. По мнению председателя совета дома Александра Барыльника, проблемы есть всегда и везде, но только совместными усилиями их можно решить, чтобы сделать комфортным жилье для себя и своих близких. У нас все движется, согласно графике идет все успешно. Жители, конечно, довольны, что такая идет большая работа. Конечно, она так просто не проходит. Тут всякие есть некоторые нюансы, которые не выполнены до конца. Но мы по ходу работы все устраняли, все выполнялось, оно так, что делалось. Сейчас в многоквартирном доме ведется подготовка к апремонту системы теплоснабжения. Специалисты планируют ее сделать весной после завершения отопительного сезона в регионе. Наталья Чумаченко, Данил Сурков, новости Улправ ДТВ. Димитровградцы могут лишиться почти 100 миллионов рублей из-за неумения договариваться. Речь идет о взаимодействии городской власти и общественности второго по величине города Ульяновской области. Конфликт или недопонимание, которые, очевидно, зародились давно, были вынесены на обсуждение. Камнем преткновения стала федеральная программа формирования комфортной городской среды, точнее, несправедливая, по мнению жителей, воплощение в жизнь данного проекта. Слово Татьяне Елисеевой. Встреча председателей ТОСов и старших по домам проходила в НКЦ Емиславского. Общественники, устав взывать к справедливости местных властей, обрастились со своими претензиями на прямую губернатору. Причина недовольства – несоблюдение очередности благоустройства общественных территорий в рамках реализации на территории Димитровграда федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Народное голосование четко обозначило очередность реализации программы, но в итоге местные чиновники, по словам жителей, все переиграли. Наш портовский район выбрал Прибрежный и Цолковского. В том году должны были сделать нам Цолковского. И так как у нас территориально они вместе Прибрежный и Цолковского, мы передвинули молодежный. Она в том году, часть и часть в этом году. И на этот год, получается, наш портовский район администрация обижает, берет верхний пруд, который заняли восьмое место. Дело, как выяснилось, даже не в обиде жителей Первомайского района на Химашевцев. Понятно, что все мы, жители Димитровграда, и благоустройство любой из территорий – это благо для рядовых жителей. Но тогда возникает вопрос, для чего администрация города устраивала все эти голосования и спрашивала мнение горожан, если в итоге не собиралась к ним прислушиваться. Для того, чтобы не было разногласий среди граждан, вы должны, прежде чем принять вот такое решение, вы должны были к средствам массовой информации это все выложить. То, что вот такая ситуация у нас получается. Вот смотрите, ознакомились, смотрите, что люди будут писать вам на эти информации, а потом уже это делают. А вы сейчас, получается, вы это сделали. И потом, в последний момент, вы сейчас начинаете там обращать граждан. На встрече также выяснилось, что местные власти решили сменить состав общественной комиссии, не объяснив прежним участникам причины. В итоге люди уверены, что это напрямую связано с дотошностью общественных контролёров, которые в прошлом году знатно потрепали нервы чиновникам, отвечающим на местах за реализацию проекта. Горожане то и дело находили недостатки и отказывались принимать выполненную работу, требуя устранения выявленных недоработок. В итоге губернатор призвал обе стороны к конструктивному диалогу, отметив, что у областных властей общаться с димитровградской общественностью получается, а у местных почему-то нет. Мы деньги не перечислим. Я точно не отдам деньги, ни копейки. Из этих, так сказать, там почти 100 миллионов рублей, если у нас не будет понимания контакта с общественностью. Впрочем, завершилась встреча на позитивной ноте. За активную гражданскую позицию и участие в общественной жизни города благодарственным письмом губернатора были награждены председатель дома Нина Сидорова и руководитель ассоциации ТОС Димитровграда Ольга Галаева. До начала весны осталось совсем немного. Специализированные ведомства обеспокоены наступлением ранней весны, ведь первый капель быстро может смениться чередой возгораний. Чем озадачены сотрудники МЧС, расскажет Виктория Черкова. С наступлением весны можно услышать не только трели соловьев, но и сирены пожарных машин. Ведь риск возгорания в лесах и полях возрастает сотни раз. Ульяновские уже начали подготовку к пожароопасному сезону. Александр Смекалин созвал комиссию по чрезвычайным ситуациям. Сегодня обсудим вопросы готовности населенных пунктов и муниципальных образований к пожароопасному периоду, о том, как у нас идет работа по обеспечению пожарной безопасности высоких домов. Дело в том, что зима в этом году выдалась малоснежная и сухая, а это значит, что весна будет ранее. Синоптики уже предупредили сотрудников Министерства природы, и они в свою очередь составили план противопожарных мероприятий. 17 единиц техники уже закупили. Настала пора заняться организацией пожарно-химических станций в районах области. В настоящий момент проходит комплексная приемка готовности каждой из 21 пожарно-химической станций. Отмечу, что у нас в настоящий момент во всех лесничествах созданы пожарно-химические станции. Пожарно-химическая станция второго типа у нас действует на территории Барышевского лесничества. И в этом году мы завершаем до комплектации лесопожарной станции в бензинском лесничестве до параметров пожарно-химической станции второго типа. Есть проблема, которая не привязана к сезонам – обеспечение пожарной безопасности в газифицированных жилых домах. Сотрудники МЧС планируют наладить работу жилищной инспекции, потому что совместные рейды должны проводиться регулярно. У нас, к сожалению, жилищная инспекция в этом направлении плохо работает. Из более чем 600 рейдов, проведенных по таким домам, этот надзорный орган провел с нами только совместно не более 20 рейдов. Одну из страшных бед человечества тоже обсудили на совещании – гибель детей в пожарах. Для предотвращения трагедии меры приняты, осталось довести до ума технологии. В прошлом году в домах многодетных семей было установлено 593 пожарных извещателя. Устройства, созданные наподобие сигнализации, реагируют на дым и подают громкий сигнал. Глава Кабмина распорядился об усовершенствовании системы оповещения. Скоро сигнализация будет не только поднимать шум, но и передавать сигнал на пульт управления МЧС. Виктория Черкова, Александр Кудряшов, Новости Уллправды ТВ. В Димитровграде состоялось награждение 15 человек – ветеранов, детей войны, тружеников тыла и малолетних узников лагерей. Им вручили юбилейные медали – 75 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Напомним, награда была учреждена президентом Российской Федерации Владимиром Путином в июне 2019 года. Кемеран Кичимайкин с места событий. 12 тысяч человек в Ульяновской области, из них около 800 димитровградцы. Именно такое количество жителей региона должны получить юбилейные медали в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Это наша гордость. Эти замечательные наши с вами ульяновцы ковали победу. Находились в эпицентре военных событий. На своих плечах перенесли страшные, просто нечеловеческие испытания. Не им придумано. Это было уготовано, к сожалению, историей. Позвольте мне выполнить указ президента Российской Федерации и вручить вам государственные награды. Многие из награжденных в этот день встретили войну, будучи детьми и подростками. Некоторые ковали оружие победы, некоторые оказались в плену в различных концлагерях. Были и те, кто помогал партизанам Братской Республики Беларусь. Надежда Панкратова в 1941 году жила под Брестом в Беларуси. 11-летняя девочка, она под покровом ночи, ходила в лес, носила хлеб партизанам, организовывая ночлег для солдат, попавших в немецкое окружение. Мы их прятали. У нас там сарай, а в сарае сено, солома. И вот они там ночевали в нашей конюше. Ну, конюшня называется, или как тут по-русски, не знаю. И вот такая это, знаете, вот кино можно составить, чтобы все описать. Нам каждый день грозила смерть. Нам, детям и родителям. И вот заняли нашу территорию уже в деревне. Мы на ночь выходили в Акульпыль. После церемонии награждения для ветеранов было устроено небольшое чаепитие. Кемран Кичимакин, Виталий Немов, Демград-24. Специально для Управ ДТВ. 15 февраля Ульяновский драматический театр имени Гончарова приглашает зрителей на День влюбленных от Владимира Кустарникова. В свой бенефис актер выйдет на сцену в премьерном спектакле «Последний пылкий любовник» по пьесе Нила Саймона. Слово Ирине Антоновой. Заслуженный артист России, актер Ульяновского драматического театра Владимир Кустарников, неоднократно признавался, что главным мотором его жизни является любовь. Чувства открываются в героях Кустарникова по-разному, но всегда находят отклик у зрителей. Я как влюбленный, я везде влюбленный, да как-то у меня все что-то не так, не так по спектаклям получается. Вот. Потому что ну не герой-любовник. Так что если какие-то трагедийные, комедийные ситуации случаются с любовью, то это мои роли считать вот так вот. Ну да, 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 влюбленный. А ну а как человек может быть не влюбленным? Это единственное состояние души, которое частенько поддерживают в этой жизни. Ну, я так считаю. Новый спектакль «Последний пылкий любовник» по пьесе бродвейской звезды Нила Саймона Максим Копылов поставил специально для бенефиса Владимира Кустарникова, который в конце прошлого года отметил свой юбилей. Главный герой спектакля – незадачливый владелец рыбного ресторанчика, который после 23 лет брака решил один раз изменить жене, чтобы проверить, способен ли он на безумный поступок. Нам пришла мысль такая в голову, что в основном Владимир Петрович запоминается людям в каких-то таких острых характерных комедийных ролях. И поэтому выбор пал именно вот на эту пьесу. Мы ее разработали, подумали, что он сможет справиться с ней великолепно. И это будет такой вот подарок и женщинам, и Владимиру Петровичу, и на юбилей, и в дальнейшем, когда спектакль встанет уже полноценно на ноги в репертуаре театра. Рассказать историю мужчины и женщин бенефицианту помогут неповторимые Оксана Романова, Татьяна Денисенко и Юлия Ильина – актрисы Ульяновского драматического театра. Изысканную оправу театральному действию создадут художник Надежда Корчагина и балетмейстер Михаил Умнов. А джазовый ансамбль под руководством Алексея Кулика весь вечер будет вживую работать на сцене. Ирина Антонова, Руслан Баталов. Новости у Уллправда ТВ. Согласно прогнозу синоптиков, 14 февраля в регионе сохранится холодная погода. Температура воздуха днем составит минус 11 градусов, ветер северный – 2 метра в секунду. Магнитное поле спокойное, ультрафиолетовый индекс низкий. И это все новости на сегодня. Смотрите нас на телеканале Уллправда ТВ по будням 18, 30, 20, 30 и 22, 30, а также на информационном портале уллправда.ру в 18.50. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин